Привет, это Патрик Радонкиф. Во-первых, хочу поблагодарить вас за то, что вы прослушали весь подкаст «Ветер перемен». Целый год мы с моим продюсером Генри Маловский ездили по миру и говорили с рокерами, бывшими шпионами и другими интересными персонажами, которые появлялись у нас в подкасте. Но одно из самых интересных интервью мы взяли от Джоанны Стингрей. Возможно, вы помните Джоанну из четвертого эпизода. Она та американка, которая тусовалась в ленинградском рок-клубе. Рок-клуб был организован под патронажем КГБ. Это Джоанна. И прошлой осенью, до того, как мы поехали на концерт «Скорпионс» на Украину, до нашей поездки в Россию и задолго до нашей поездки в Ганновер для встречи с Клаусом Майны, мы с Генри слетали в Лос-Анджелес к Джоанне. Мы хотели понять, каково это было, когда рок-н-ролл был практически вне закона в Советском Союзе. И она согласилась рассказать нам о своих приключениях и антиграундной рок-культуре Ленинграда 80-х годов. Сегодня Джоанна живет в светлом ухоженном доме на тихой крутой улице в Беверли-Хиллз. Мы с Генри рассчитывали примерно на часовое, возможно, полуторачасовое интервью, а потом должны были пойти пообедать. Мы оба устали и хотели есть. И вот мы сели, и Джоанна начала рассказ о своей жизни. В конце концов, мы проговорили семь часов. У нее была потрясающая жизнь, ее невероятные истории поразили нас. Мы даже не заметили, как наступил вечер. Помню, что она угощала нас печеньем. Но об обеде с ней или о чем-нибудь еще мы даже не вспомнили. А когда дело дошло до монтажа подкаста, мы не смогли найти место ее рассказу в общей конве повествований вместе с другими историями. Он всегда выходил за поставленные нами рамки, поэтому мы решили отвести для него отдельный эпизод. И это он. Производство Pineapple Street Studios, Kroket Media и Spotify. Это любовная песня Джоанна Стингрей. Первый бонусный эпизод подкаста «Ветер перемен». Он начинается с Рональда Рейгана и Энди Уорхола, а заканчивается загадочной смертью и теорией заговора ЦРУ. И все это, конечно, с большим количеством музыки. Обычно по сюжету фильма злодеев побеждают, и все заканчивается хорошо. Но я не могу сказать этого о фильме, который вы собираетесь посмотреть. Его сюжет еще не окончен. Узнаете голос? Это «Правда о коммунизме» – пропагандистский фильм 1962 года. Его озвучил молодой актер, который хотел попасть в мир политики – Рональд Рейган. К 1939 году работа Объединенных народных фронтов привела к тому, что коммунизм прочно укрепился в мире. «Правда о коммунизме» входила в серию фильмов, снятых Сидом Филсом. Сид жил в Калифорнии, и он ненавидел коммунизм. Он посвятил этому жизнь. Джона Стингерой была дочерью Сида. У нас был такой большой дом на холме в Калифорнии, с огромным бассейном, и мы носились по всему участку. А мой отец часами сидел в своем кабинете и возился с катушками и пленками, разбросанными по полу. Он всегда говорил Джоанне и ее сестре, «Что бы вы ни делали, не вздумайте поехать за железный занавес». «Коммунисты – зло, это империя зла». Потом родители Джоанны развелись, и они с матерью и сестрой переехали в квартиру в Беверли-Хиллз. Ее мать снова вышла замуж, на этот раз за богатого юриста. После окончания школы в Беверли-Хиллз, Джоанна решила, что ворвется в музыкальную индустрию. Она записала песню под названием «Мальчики, мои игрушки». «Дайте же мне моих мальчиков». «Они ведь мои игрушки». И другую под названием «Соплячка из Беверли-Хиллз». «Соплячка из Беверли-Хиллз». Да, не буду скрывать. «Соплячка из Беверли-Хиллз» всегда была такой. Она даже сняла клип, его можно посмотреть на ютубе. Она красуется со своими подругами и подсмеивается над снобами из Беверли-Хиллз. И там еще есть такое. «Она избалована». «Она избалована». Узнаете голос? Это Энди Уорхол. Вы сняли это глупое видео и попросили Уорхола записать вступление к нему. Отчим Джоанна собирал предметы искусства и был знаком с Уорхолом. Поэтому, когда Уорхолу позвонила дочь коллекционера и попросила о такой услуге, он пусть и неохотно, но согласился. Конечно же, надеясь на определенную выгоду. Сразу видно, что ему все это не нравится. Словно видео с заложником. Да, и в конце концов он говорит, надеюсь, это мало кто увидит. Надо отдать Джоанне должное. Она не вырезала этот кусок. Примерно в это же время, где-то в 84-м, сестра Джоанны училась в Лондоне и объявила, что собирается в путешествие в Россию. Я такая, чего? Не вздумайте поехать за железный занавес. Держитесь подальше от империи зла. Но Джоанне было любопытно, а песня «Соплячка» из Беверли Хиллз даже со вступлением Уорхола не выстрелила. И поэтому, когда я узнала, что от Лондона до Москвы и Ленинграда и обратно можно долететь на самолете всего за 300 долларов, я спросила у сестры, а можно мне с тобой? До того, как Джоанна покинула Лос-Анджелес, знакомый сказал ей, что знает одного парня по имени Борис, русского Боба Дилана, и дал ей его номер телефона. Это было странно, потому что никто не мог подумать, что в 84-м. Спроси тогда любого на улице, есть ли в России рок-н-ролл. Большинство ответило бы нет. Но когда они с сестрой приехали в Ленинград, они позвонили по этому номеру прямо из отеля и договорились о встрече с Борисом. Он сказал им станцию метро, где будет их ждать. Для всех них эта встреча была опасной. Джоанна с сестрой путешествовали в рамках организованного тура. Им было запрещено ходить куда-то без сопровождения. Правительство наблюдало за иностранными туристами и за русскими гражданами, которые вступали с ними в контакт. А Джоанну сложно было не заметить. Она красила волосы в светлость спереди и в каштановость сзади. По бокам стриглась коротко, но сзади оставляла длину, а еще сбривала виски. Они договорились встретиться у станции метро в пять часов. Джоанна с сестрой пришли к назначенному времени. Люди входили и выходили, и вдруг появилась небольшая группа молодых людей и затянула их с собой в метро. Они вышли, увидели нас. Я, конечно же, в своем духе сразу громко с ними заговорила. Привет, ребят. Они пытаются оттеснить нас в сторонку, потому что тогда мы с сестрой этого не знали, им нельзя было общаться с иностранцами. А тут мы такие, привет, куда мы едем, приятно познакомиться. Они пытаются нас увести с глаз подальше. Ох уж эти американцы, точно, они могут не привлекать внимания. Да. Они пришли к кому-то на квартиру, и как только закрылась дверь, русские расслабились. Борис и его друзья были гостеприимными и дружелюбными. В квартире было уютно. Первое, что я увидела, была старая скамья с множеством старых тапок на ней и вокруг. И Сева сказал, «Пожалуйста, снимайте обувь, надевайте тапочки». Это так не по-американски снимать обувь в квартире? Там же Джоанна мельком заметила женщину постарше, чью-то мать. Но она быстро ушла в одну из дальних комнат. Люди сторонились нас, куда бы мы ни приходили, и так случалось везде в России. Борис оказался Борисом Гребенщиковым из андеграундной группы «Аквариум». Если представить в России времен холодной войны своего Боба Дилана, то кем-то таким и был Борис. Джоанна сыграла Бориса за плячку из Беверли-Хиллз. Он был вежлив и похвалил песню. Но познакомившись с Борисом и его друзьями, Джоанна поняла, что их музыка была лучше. Они жили в реальности, а она только притворялась. Однажды вечером Борис взял ее в Ленинградский рок-клуб, единственное место, где андеграундные группы могли играть. Клубом управлял КГБ. Музыканты были в восторге от клуба. Все, с кем я познакомилась, знали, что КГБ присматривает за деятельностью клуба. Но всем было наплевать. Когда Борис привел Джоанну туда в первый раз, он сказал ей, что КГБ будет следить за ними и заподозрить что-то неладное, если узнает, что она американка. И тогда все это может плохо закончиться. Просто сиди там, не говори и притвори, что ты русское. Только не говори ничего. И знаешь, большую часть времени мы сидели там, уставившись в пол и притворялись угрюмами. Суть была в том, чтобы выглядеть угрюмами. Потом Джоанна стояла на тротуаре перед клубом в толпе людей, как вдруг она оказалась лицом к лицу с красивым русским парнем. Он выглядел так, как я представляла себе русских. Так, как я знала по американским фильмам. Они должны выглядеть красивые, скуластые. У него были длинные, светлые кудри, спадавшие с плеч, и челка. Джоанне она особенно понравилась. Но парень исчез в толпе. С улицы здание клуба напоминало обычный многоквартирный дом, но внутри находилось сводчатое помещение со сценой, множеством кресел. Люди стояли в проходах, сидели на полу, все курили сигареты, танцевали и подпевали. На сцене играла группа странной игры. Затем Джоанна увидела, как группа кино поднялась на сцену. Кино было популярной андеграундной группой с растущей аудиторией. Ведущим вокалистом был элегантный, худой, чертовски привлекательный человек по имени Виктор Цой. Темноволосый парень со смуглой кожей наполовину кореец, он обладал невероятной харизмой рок-звезды. Джоанна была очарована. И вот внезапно появился Виктор. Он стоял, расставив ноги и почти не двигался, когда пел. Я заметила, что он был похож на азиата, это отличало его от всех собравшихся. Его пение произвело на меня сильное впечатление, он завладел вниманием всего зала. Тут Джоанна заметила гитариста группы. Это был тот парень, с которым она встретилась взглядами на улице. Я посмотрела на него и подумала, «Боже мой, это тот парень, у меня опять сердце колодится». Его звали Юрий. Юрий Каспарян. Скуластый парень с проницательным взглядом. Толпа писновалась, все кричали, повскакивали с мест, как и на любом рок-концерте. Именно на том концерте я впервые подумала, «Это не тот Советский Союз, о котором говорил мой отец». Джоанна провела оставшееся время в России в коммунальной квартире вместе с Борисом, Юрием и Виктором Цоем. Когда пришло время уезжать, она поклялась вернуться. Она спросила, хотят ли они, чтобы она что-нибудь им привезла из мира по ту сторону железного занавеса. Борис немного подумал, и я помню, как он сказал, «Мне бы очень хотелось красную гитару в стратокастер». Джоанна знала, что Дэвид Боуи слышал песни Бориса. Поэтому по возвращении домой, очень в стиле Джоанны, она позвонила менеджеру Дэвида Боуи и объяснила, что ее зовут Джоанна Филдс, и она из Беверли-Хилдс, и что она только что вернулась из Ленинграда и собирается поехать туда снова. Еще она спросила, не хочет ли Дэвид Боуи купить Борису и его друзьям гитару Фендер Стратокастер. И Боуи согласился. Джоанна получила визу и вернулась в Россию. Но когда она проходила таможню в аэропорту, ее остановили. Это было необычно. Большая коробка, они открывают ее, а там гитара. Обычно люди не возят такое. Ага, и гитара очень дорогая. Да, очень дорогая. Они это поняли. Джоанна рассказала им историю о том, что это ее гитара, и что она с ней не расстается, и что она обещает забрать ее с собой, когда уедет из страны. Ее история показалась подозрительной офицерам таможни, и они сделали пометку на ее таможенной декларации с описанием гитары, ее серийными номерами и всем таким. Ей сказали, что если при выезде из страны у нее не будет этой гитары, она не сможет уехать. Это ее расстроило, но она решила пока особо не задумываться над этим. Я ни о чем не думала в тот момент, кроме как, боже мой, я привезла гитару. Ее новые друзья были потрясены, когда она появилась с гитарой Фендер Стратокастер, которую им купил Дэвид Боуи. Буквально через полчаса гитаре стало известно всем. Всем хотелось прийти и взглянуть на нее. Мы сидели в комнате Бориса, приходили музыканты, брали ее в руки, перебирали струны, словно это был какой-то подарок небес. Джоанна проводила все больше и больше времени с Юрием и Виктором из группы кино. Постепенно она влюблялась в Юрия и видела, что он влюбляется в нее. Между ними должно быть была какая-то особая связь, потому что они не могли толком говорить. Виктор Цой немного говорил по-английски, а Юрия нет и Джоанна не говорила по-русски. В какой-то момент Виктор стал переводчиком для меня и Юрия, когда мы пытались разговаривать. В конце концов мы стали проводить втроем много времени. Виктор был чутким и милым. Джоанне показалось, что он больше других рокеров погружен в себя. Когда он не выступал в кино, он работал кочегаром в одной из котельных Ленинграда. Он ходил лохматый и сонно улыбался. В отличие от Юрия и других, которые жили сегодняшним днем, Виктор часто говорил о будущем. Он рассказал Джоанне, что хотел бы как-нибудь побывать в Америке. Его интересовал Диснейленд. По мере того, как день отъезда приближался, Джоанна стала волноваться по поводу гитары. Ребятам она очень понравилась, и Джоанна не хотела забирать ее. Они сказали ей не переживать по этому поводу. Борис всегда был очень расслаблен. Это успокаивало меня, как будто он нашел Дзен. Он сказал, не волнуйся об этом. Поэтому она перестала волноваться, но точно знала, что перед отъездом ей придется забрать гитару. Последний день двое из ребят подошли к ней с гитарным чехлом и протянули его ей. Она была очень тронута, потому что они поняли, насколько важно для нее приехать в аэропорт с гитарой, иначе ее не выпустили бы из страны. Потом она открыла чехол и посмотрела внутрь. И там была не гитара стратокастер, там была другая гитара. Они взяли другую гитару, приклеили что-то здесь, нарисовали что-то там, поделали номера, и она выглядела как та самая гитара. Джоанна удивилась, в аэропорту она показала таможенную декларацию и подделанную под стратокастер гитару, и ее пропустили. У ленинградских рокеров остался оригинал. Я думаю о том, как бы получше вас охарактеризовать. Похоже, что в то время вы были... Это не очень хорошие слова, и не совсем то, что я имею в виду, но в то время вы как бы вели себя как изобоченная фанатка. Да, именно так. Джоанна так и продолжала летать из Лос-Анджелеса в Ленинград и обратно. Она привозила парням вещи, которые они не могли достать. Музыкальное оборудование, пластинки, соевый соус. Виктор Цой любил соевый соус, а его сложно было достать в СССР. В конце концов, она съехалась с Юрием, который жил у родителей. Они считали, что за общение с иностранкой их могут привлечь к ответственности, поэтому родители Юрия избегали Джоанну, даже когда она жила с ними. Мы жили в трехкомнатной квартире, но в первые два-три месяца я не видела его родителей. Но вы знали, что они были в квартире, да, но я никогда их не видела. Я выходила из ванны, шла в комнату Юрия и слышала, как кто-то из них шел в ванную. Или мы просыпались и находили на кухне пирог. Или мы слышали, как они суетились в коридоре, чтобы успеть закончить свои дела до того, как мы проснемся. Однажды, когда Джоанна была дома в Лос-Анджелесе, она решила привезти друзьям что-то по-настоящему особенное. Она опять пришла к Энди Уорхолу. Уорхол изинтриговал рассказ про подпольных рокеров, которые нарушали закон в Ленинграде. Я подгадала момент и такая, Энди, могу я спросить, если я куплю несколько банок супа, вы подпишите их для моих русских друзей? Он такой, без проблем. Она вернулась к нему с 20 банками. Уорхол подписал их все, и она привезла их в Россию. Парни были в восторге. Но следующее утро к ним зашел один из их друзей, Густав. Он заметил на столе одну из банок и... Я вижу открытую банку и начинаю сомневаться в своей адекватности. Густав, эта банка открыта? И куда бы я ни пришла, везде также открывали эти банки. Мол, интересно, какой на вкус американский суп? Понимаешь, о чем я? Это была наивная, искренняя реакция с их стороны. Классно, у меня есть банка. Я ее оставлю, но и суп я тоже хочу попробовать. Частые путешествия Джоанны не прошли незамеченными советскими властями. В конце концов, Джоанна всегда ходила с Юрием и Виктором на концерты в рок-клуб, который курировался КГБ. Она также начала вывозить контрабанды и музыку подпольных рокеров из России. Если они не могли заключить контракт на запись альбома в России, может быть, она смогла бы помочь им сделать это в США? Как оказалось, американские службы тоже стали интересоваться ее передвижениями. Однажды к Джоанне наведались. Это была женщина из ФБР. Мы встретились вечером в забегаловке Хэмбургер Хэмлетт на Дахини Роуд в районе Сансет. Я уверена, что я выбирала место. Не знаю, почему именно это. Она перешла сразу к делу. Вы тайный агент? Работаете на русских? Вот что она хотела знать. Джоанна к тому времени стала полноценным продюсером. Она заключила контракт на запись заборного альбома русского рока, который назывался Red Wave. И она попыталась объяснить женщине из ФБР, что это и есть причина, по которой она ездит туда-сюда. Но вот в чем комичность всей ситуации. Джоанна боялась не того, что ФБР могло с ней сделать. Она знала, что не работает на русских. И ФБР рано или поздно поняли бы это. Она боялась того, что за ней прямо в этот момент мог следить КГБ. И если это было так, то они бы увидели, что у нее личная встреча в «Хэмбургер Хэмлетт» на улице Дахини женщины из ФБР. А это только укрепило бы их подозрение в том, что Джоанна работает на американскую разведку. Поглядываясь назад, можно предположить, что я могла думать, что рассказывать друзьям о том, что я встречалась с сотрудниками ФБР, это было круто. Но на самом деле все было не так. Эта ситуация отнюдь не радовала меня. Она показала агенту ФБР альбом Red Wave. Женщина из ФБР заинтересовалась им и спросила, может ли она забрать его. Я была так зла на нее. Я сказала, нет, он выйдет через неделю, тогда и купите. Я отказалась отдавать ей его. Поездки Джоанны в Россию становились длиннее с каждым разом, и она проводила все больше времени с Юрием. Однажды ночью, когда они лежали в обнимку, он ей сказал на ломаном английском, будь моей женой. Я подумала, я не ослышалась, я хотела с ним быть, знала, что хочу выйти замуж, но его предложение было таким неожиданным. Но, во-первых, это очень по-русски, во-вторых, это очень похоже на Юрия, потому что у него такой характер. Он говорит, что думает, он не раздумывает долго, просто говорит, будешь моей женой? Я отвечаю, хорошо, да, и все. Потом об этом узнали наши друзья, все обрадовались. Виктор тоже обрадовался? Очень. Мы с Виктором и Юрием проводили много времени вместе. Что-то было в нашем треугольнике. Такой формат отношений мне нравится, когда три человека путешествуют или проводят время вместе. Нам было хорошо втроем. Россия тоже менялась. Новая парадигма, гласность, смягчила старые ограничения. Когда Джоанна улетала в этот раз, она пообещала вернуться с семьей и друзьями для того, чтобы отпраздновать свадьбу. Она разослала приглашение, и все подали документы на визу. Но потом перед самой поездкой обнаружилось, что одному человеку визу не дали. Джоанне. Раньше у нее никогда не было проблем с визой. И она не могла понять, почему из всех ее поездок именно в этой ей решили отказать в визе. Но ее была догадка. Когда Джоанна работала над альбомом Red Wave, она и ее друзья придумали себе клички. Это была просто шутка над излишними мерами спецслужбистской безопасности. Борис хотел назваться Боуи, но его отговорили, чтобы его не приняли за реального Боуи, который уже так много сделал для них. Вместо этого Борис стал Джаггером. Джоанна выбрала прозвище Стингерей в честь Корветта своего друга. Это прозвище, не было ее настоящей фамилией, да и настоящим кодовым именем не было. Все это было простой шуткой. Но когда ей отказали в визе, она подумала, что русские спецслужбы, возможно, что-то узнали обо всем этом. Советское посольство в Вашингтоне получило телеграмму, в которой говорилось, «Москва не ждет Джоанну Стингрей». Для меня эти новости были сокрушительными. Я была достаточно умна для того, чтобы понять, что они специально подобрали слова таким образом, чтобы я поняла, что меня там не ждет ничего хорошего. Это была расплата за альбом Red Wave. Когда я прочитала телеграмму, я подумала, что больше никогда не смогу вернуться в Россию. Она была подавлена до такой степени, что замкнулась в себе. Не помню точно, что я делала после того, как мне отказали в визе, но следующие шесть месяцев я плакала практически все время. У меня началась депрессия, я сводила свою мать с ума. А Юрий никак не мог выехать? Нет, нет, нет. Человек, которого вы любили, из-за которого собирались выйти замуж в России, он не может выехать, и вас туда не пускают. Я была в отчаянии. На протяжении нескольких месяцев она не получала никаких вестей от Юрия. Затем, когда она была у своей матери, пришло письмо. Она не могла поверить в это, потому что Юрий не из тех, кто любил писать письма. Невероятно, что он написал целое письмо. Ей не терпелось прочитать его. Она волновалась. Возможно, это любовное письмо, где он говорит, что скучает, и обещает дождаться момента, когда холодная война и политика больше не смогут им помешать. Но могло быть и так, что это письмо на прощание. Потому что если трезво посмотреть на вещи, то день, когда они смогли бы быть вместе, мог и не настать. Джоанна была вне себя от волнения и тревоги. Она дрожащими руками открыла конверт и... Письмо написано по-русски, я не могу прочитать его. Она не смогла разобрать и слово. С таким же успехом он мог написать все шифром. Она не могла найти себе место и поехала к себе домой. Я взяла мамину машину и поехала к себе домой на Беверли-Гленн. Как и многие жители Лос-Анджелеса, Джоанна склонна к тому, чтобы дополнять свои истории чрезвычайно точными деталями дорожных маршрутов. Моя мама живет рядом с улицы Дахини. Я еду через Беверли-Хиллс на Бенедикт-Кэньон-Пас, через Бенедикт-Кэньон на бульвар Беверли-Гленн. И вот я на бульваре Сансет, выезжаю на Бенедикт-Драйв и впереди вижу машину. Она узнала машину. Белый Volkswagen Rabbit с откидным верхом. За рулем она увидела человека с длинными светлыми волосами, развивающимися на ветру. Я такая, боже мой! Даю газу, догоняю машину, объезжаю сбоку и сигналю, сигналю. Водители в недоумении смотрят на меня, а я кричу, у меня должна быть свадьба с русским, а русские не пускают меня в страну. Джоанна, может быть, и узнала человека за рулем, но он ее нет. Во взгляду представилась девушка за рулем автомобиля, которая не смотрит, куда едет и кричит о своем русском женихе и просит его остановиться на обочине. Он остановился. Это был Александр Годунов. Он жил там, на Бенедикт-Драйв. Я знала, что он русский. Александр Годунов известный артист балета. Должен отметить, что это имя ничего мне не говорило. Он потрясающий. Он был женат на Жаклин Бесетт. У него были длинные, развивающиеся, светлые волосы. Когда я пробил его по интернету, я понял, что знаю Александра Годунова. Мы оба профессионалы. Это личное. Он играл Карла, психованного немецкого террориста в Крепком Орешке. Он останавливается, я выбегаю, открываю дверь его машины, наклоняюсь и говорю, у меня должна быть свадьба с моим русским женихом, но мне отказали в визе. Меня считают врагом России. Годунов смотрел на нее, как на сумасшедшую. Но она показала ему письмо, объяснила, что из-за него она его остановила, что знала, кто он видел его, и что у нее было письмо от жениха, которое она не смогла прочитать, а Годунов говорил по-русски. Он взял у меня письмо. Только когда он начал читать, Джоанна поняла, что если это письмо, где ей предлагают расстаться, ей будет жутко неловко. Он начал читать письмо, он начал читать письмо с выражением, переводя его на английский. Он читает письмо вслух. Милая, я люблю тебя и скучаю по тебе. Это Годунов, известный красивый мужчина. Александр Годунов сидел за рулем своего Volkswagen. Джоанна стояла рядом, наклонившись к двери машины. Александр переводил ей любовное письмо от Юрия. Я стояла там и впитывала слова, даже не думала о Годунове. Я впитывала слова, которые мой возлюбленный писал мне. Когда он закончил, Джоанна испытала невероятное облегчение. Она была ему благодарна, а еще очень смущена, поэтому только выпалила спасибо и кинулась к своей машине. Когда она уже уехала, то поняла, что так и не забрала письмо Юрия у Годунова. Оставила его у него. Письмо Юрия ободрило ее, и она придумала отчаянный план. Ей рассказали, что одним хитрым способом все-таки можно было попасть в Россию. В Россию можно было приехать на 7 часов на ночном пароме из Финляндии. Тогда курсировал особенный туристический лайнер между Финляндией и Ленинградом. Финские туристы заходили на борт, ночью плыли в Ленинград, сходили на сушу, чтобы 7 часов погулять по России, а затем возвращались на борт и отплывали домой. Имя Джоанны могло стать стоп-сигналом для миграционной службы России. Но вот если бы у нее был другой паспорт и другое имя, она бы представилась им, сходя с круизного лайнера в Ленинграде, и ее выпустили в город на 7 часов. Теперь ей нужно было получить другие паспорт и имя, но для этого ей нужно было официально поменять свое настоящее имя. Догадываетесь, на что она поменяла? На Джоанна Стингрей. С этого момента ваше кодовое имя становится вашим настоящим именем? Да, именно так. В назначенное время Джоанна приезжает в Финляндию и заходит на борт лайнера вместе со своей матерью и со съемочной группой NBC. Оказалось, что сотня финнов поехали в этот круиз только для того, чтобы хорошенько напиться. Это пьяный круиз. Да, пьяный ночной круиз. Не уверена, что им вообще был интересен Ленинград. Они поехали туда, чтобы повеселиться. Когда лайнер прибыл в Ленинград, оказалось, что пассажиры из Финляндии даже не собираются выходить. Они все спят, у них тяжелое похмелье. Джоанна сходит с лайнера без матери и съемочной команды. Она даже не может слиться с толпой, так как первая зашла в большой зал иммиграционного контроля. Я влетаю в это здание, где проверяют паспорта. Там стоит этот инспектор паспортного контроля, все эти ребята в военной форме. Я единственная, кто туда зашел. Вот она стоит лицом к лицу с суровым советским инспектором паспортного контроля. Он смотрит в мой паспорт, смотрит на меня. Я думаю, тут либо пан, либо пропал. И уже начинаю волноваться. Вдруг она услышала шум позади себя. Я слышу женский крик. А-а-а! Все инспекторы оборачиваются на звук. Джоанна тоже резко оборачивается. Я вижу свою маму. Зашла ее мать и увидела, что у Джоанны, возможно, какие-то проблемы на паспортном контроле. И она решает распластаться на полу вместе со всеми вещами, которые мы привезли для наших друзей. Маленькие бутылочки алкоголя, жвачка, соевый соус. Все эти вещи, о которых мечтал любой советский гражданин, разлетелись по полу. Я смотрю на все это, и я в шоке. И вдруг все инспекторы кинулись к ее матери, к разбросанным повсюду вещам. Я повернулась обратно и увидела, как инспектор ставит печать в мой паспорт. Она схватила паспорт и выбежала наружу. Я вижу Юрия, он бежит ко мне навстречу, я бегу к нему, и мы обнимаемся, конечно же. А потом, 10-15 минут спустя, съемочная группа NBC попросила нас разыграть встречу еще раз. Джоанна и Юрий в конце концов поженились, и теперь она могла переехать в Ленинград и жить с ним. Так как Россия потихоньку открывалась, Джоанна даже смогла свозить Юрия и Виктора Цоя в Америку. Они съездили в Диснейленд. Виктор был в восторге. Джоанна хотела еще кое-что сделать. Я познакомила их с отцом. Они с отцом отдалились годами, но Джоанна была рада познакомить его со своим русским мужем. Он пригласил нас на ланч. Мы ехали в его огромном коричневом Кадиллаке, и он спросил, вы, ребята, умеете водить? Они ответили, нет. На пустой парковке он позволил каждому из них сесть за руль. Виктор и Юрий нарезали круги по парковке. Это был первый раз, когда они сели за руль. Весь мир, казалось, меняется. И отец Джоанны, казалось, меняется вместе с ним. Тем временем в России группа кино была на пике популярности. Цой стал писать политические песни. Вы слушаете наиболее известную песню того времени. Это песня «Перемен» 1986 года. «Наши сердца требуют перемен. Наши глаза требуют перемен. «Перемен» поет Цой. «Мы ждем перемен». Эту песню называют «Гимном перестройки». Когда спустя какое-то время Горбачева спросили о проведенных реформах, он процитировал песню группы кино в качестве доказательства того, что люди хотели чего-то нового. Некоторые в России поговаривали, что Цой не сам писал свои тексты. Джоанна написала мемуары об этом времени, и я попросила ее прочитать один отрывок вслух. В 2014 году депутат Государственной Думы заявил, ссылаясь на расследование, проведенное ранее в бывшем советском КГБ, что, по его словам, целый отдел ЦРУ, базирующийся в Голливуде, в Калифорнии, на профессиональной основе занимался написанием песен для Виктора Цоя. Расскажите мне об этом заявлении. Я знаю, что вы потом публично прокомментировали его. Я сказала, что этого не может быть. Я настолько хорошо знала Виктора, он никак не мог сотрудничать с ЦРУ. Мне было бы известно об этом. Этого просто не могло быть. Джоанна говорит, что это очередная теория заговора, и эта ситуация напоминает ей о ее отце. Так же, как мой отец, который был увлечен антикоммунистическими идеями, они зациклились на антизападных настроениях, и рок-музыка для них олицетворяла Запад. Виктор снялся в нескольких фильмах и стал еще более известным. А летом 90-го года кино выступили с большим концертом. Виктор стал самым известным человеком в России. До выступления кино в тот вечер Джоанна зашла к ним за кулисы. Я сидела с Юрием, зашел Виктор и крепко обнял меня. Я говорю, Виктор, я не останусь, потому что улетаю завтра. Она ненадолго возвращалась в Лос-Анджелес. Виктор сказала мне, о, Джо, Джо, не улетай, останься и посмотри, это будет отличный вечер, останься, пожалуйста. Я сказала, ну ладно, я останусь, Виктор. Как хорошо, что я осталась. Это был его последний концерт. Концерт был потрясающим, фанаты подпевали Виктору, они знали слова каждой песни. После Джоанна попрощалась с Виктором и обняла его. Виктор собирался поехать в Латвию, чтобы провести лето на даче со своей девушкой Наташей. Виктор с Джоанной договорились увидеться осенью. И когда мы уже собирались расходиться, он обернулся и сказал, Джо, я буду ждать встречи с тобой. Однажды ночью, тем летом, в Лос-Анджелесе Джоанну разбудил телефонный звонок. Звонил кто-то из России и сказал, вам телеграмма из Москвы. Сейчас я ее вам зачитаю. Я подумала, что... Телеграмма была от Юрия. Юрий писал, милая, Виктор трагически погиб в автокатастрофе. Мне это прочитали, и я подумала, боже мой, как хорошо, что это всего лишь кошмар. Утром я проснусь, и все будет в порядке. Я правда, правда была уверена, что мне это приснилось. А потом звонивший сказал, мне очень жаль, и повесил трубку. Когда он сказал, мне очень жаль, я поняла, что не сплю. Я действительно не помню, что произошло после. Мне стало плохо, дыхание перехватило. Это я помню. Ничего не помню, кроме одного. Я уверена, что думала только о том, как быстрее бы попасть в Россию. Виктор остановился в небольшом городке под Ригой. Он проснулся рано утром, и один поехал на рыбалку. Когда Наташа пришла домой, Виктора там не было, и она пошла его искать. Они были новичками в вождении, к тому же они были молоды, и потому, я уверена, ездили быстро. Виктор на машине столкнулся лоб в лоб с автобусом. Вот что случилось, по моему мнению. Некоторые в России считают, что его убили, ходят такие слухи. Но, скорее всего, он вел машину рано утром, и многие думают, что он заснул. Я думаю, что он мог наклониться, чтобы поменять кассету, и, возможно, поэтому он случайно повернул руль немного направо. Потом попытался выровняться, но это была судьба. Он въехал прямо в автобус. Я, конечно же, ухватился за другие теории, о которых говорила Джоанна. Другие предположения. Она сказала об этом так небрежно и непринужденно, но я все-таки задумался, так как исторические жизни граждан России по какой-либо причине неугодны государству, имеет тенденцию трагически обрываться. Можно бесконечно перечислять имена российских диссидентов и журналистов, которые сорвались с крыши, вывалились из окна, поскользнулись в душе или случайно приняли внутрь какое-то химическое вещество. В 1978-м болгарский диссидент переходил мост Ватерлоу в Лондоне, когда прохожий выстрелил в него из ружья транквилизатора замаскированного под зонт дротиком с рецином. Как писали в Нью-Йорк Таймс, ни одна страна не использует политические убийства так систематически и так безжалостно, как это делает Россия в отношении тех, кто мешает ей преследовать свои интересы за рубежом. А какие есть теории? Ну, знаешь, что кто-то сломал его машину, чтобы он попал в аварию, что правительство, возможно, хотело его смерти. Почему? Я не знаю. Почитай об этом. Я никогда не интересовалась. Конечно же, на этот счет есть теории в интернете. Там есть теории насчет чего угодно. Официально смерть Виктора считается несчастным случаем. И раз уж на то пошло, я склонен верить в это объяснение, так же, как и большинство близких ему людей. Когда Джоанна прилетела в Россию, Юрий встретил ее. Но уже что-то было не так, как раньше. После этого я долго не возвращалась в Ленинград. Годами не была там. Правда? Да. Я долго не возвращалась. Редко видела Юрия. Перемены, которых требовал Виктор Цой, пришли с развалом Советского Союза. После своей смерти Виктор стал известным как никогда. Сегодня он культовая фигура в России. Котельную, где он работал кочегаром, превратили в мунистер. Но после того, как умер Виктор Цой, жизнь Джоанны и Юрия изменилась. Волшебные моменты, пережитые ими втроем в Ленинграде периоды Холодной войны, остались в прошлом. Слишком многое изменилось. И в конце концов Джоанна и Юрий расстались. Понимаешь, наш треугольник был разрушен. Мемуары Джоанны Стингрей и Редвейв вышли на английском языке этой осенью в издании Допельхаус Пресс. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем эпизоде. Перевод бонусных эпизодов подкаста на русский язык осуществлен силами творческого объединения «Огонек». Русский текст читает Элина Тимковская.